Привет, дорогие друзья! С вами Тарас Юрист на моем канале. В этом видеоролике с вами хочу поговорить о запрете на выезд для мужчин. И о той ситуации, которая на сегодняшний день у нас с вами получается, дорогие друзья. Если вы внимательно смотрите мои видеоролики и поддерживаете мое, скажем так, движение, или как это назвать, за то, чтобы отменить запрет на выезд для мужчин из Украины, и также меня в этом спасибо большое поддерживает мой коллега-видеоблогер Сергей Пех. Привет ему передаем, пользуясь моментом. И мы с ним создали петицию. Это уже вторая петиция. Первая петиция набрала 25 тысяч подписей за то, чтобы снять запрет на выезд для всех мужчин за территорию Украины без исключения. Чтобы не делить, что там депутаты какие-то могут выехать. Вот же Порошенко постоянно этим бравирует, что он там где-то ездит. По заграницам, а другие, те же зарабетчане, допустим, с западной Украины, почему-то не могут выехать за пределы нашей родины. Чем зарабетчане хуже Порошенко, для меня непонятно. Хотя для меня зарабетчане лучше в сто раз, чем этот самый наш любимый, дорогой, пятый президент. Ну, суть здесь не в этом. Суть в том, что мы создали с Сергеем совместно вторую уже петицию на эту тему. И на сегодняшний день 67 дней осталось до конца сбора подписей. И даже мы не смогли совместно с Сергеем и с вами, естественно, с теми, кто поддерживал, собрать несчастные 3 тысячи подписей. А надо 25 тысяч. И к чему я это веду, дорогие друзья, мое мнение здесь осталось неизменным. Я считаю, что этот запрет уже с ним затянули очень долго и его надо снимать. Нет никакого смысла здесь людей держать, тем более с учетом всех этих последних угроз, которые Путин, ну, откровенно с этим ядерным оружием, вообще у него уже, наверное, мозги поехали, поплавились окончательно. И получается, что люди здесь вынуждены находиться. Те же люди, которые бы где-то поехали на какие-то заработки, поехали бы, ну, там, по каким-то даже пусть своим делам, может кто-то еще куда-то и держать их здесь я, честно сказать, смысла особого не вижу. Поэтому мы и создали с Сергеем, повторюсь, вторую петицию. С подписями все дело очень плохо. Я хочу, пользуясь этим видеороликом, во-первых, что сделать, предложить вам тем, кто не подписал, тем, кто, может, не в курсе или по какой-то причине не хочет, не хотел или, там, не знал, точнее сказать, о этой петиции, перейти по ссылке, я ее оставлю в описании и подписать данную петицию. Это первое, что я хочу предложить. Второе, что я хочу предложить, если, несмотря на те видеоролики, которые я записываю, то, что я ее размещаю в Телеграме, то, что Сергей, спасибо вам большое, тоже записывает об этом видеоролике, нету, получается, какого-то от вас, скажем так, фидбэка, обратной связи, называйте это как угодно. И я так понимаю, что, наверное, все, кто хотел уже за взятки через, там, какой-то шлях, либо через что-то еще, или как-то, там, незаконно пересек границу и выехал, наверное. Ну, у меня создается такое впечатление, тех людей, которые здесь остались, их, ну, им эта тема, наверное, не интересна, и, соответственно, говорить об этом я даже и смысла никакого не вижу. Поэтому напишите, пожалуйста, я хотел вас попросить в комментариях, вообще, есть смысл дальше нам эту петицию как-то продвигать, а не рассказывать, там, писать какие-то посты в Телеграме, или просто мы на это все с вами вместе забьем, скажем, что в очередной раз, как там пишут очень часто в комментариях у меня, что это все ни на что не влияет, это значение не имеет никакого, и вообще Зеленский, он это все не слушает, не читает, там, это все такое, махнем рукой, как говорится, на все это. Ну, вот такие вот мысли у меня, честно, друзья, появляются, поскольку, несмотря на то, что мы эту петицию продвигали первое время, никаких особо подписей, к сожалению, мы собрать не смогли, друзья. Поэтому обязательно дайте мне обратную связь, возможно, я еще какой-нибудь там опросик, может, еще где-то проведу, есть ли смысл дальше продвигать эту петицию, есть ли смысл там, ну, чтобы вы дальше за нее голосовали, потому что, вы видите, по дням там, в принципе, мы, наверное, успеваем еще что-то сделать, но по тому, как она набирает подписи, снимать какие-то пустые видеоролики, допустим, мне записывать, то есть ли рассказывать об этом, писать об этом посты какие-то в Телеграме, пытаясь это продвигать, если вам это неинтересно, и, скажем так, все, кто хотел уже за взятки выехал, либо там как-то незаконно, либо, может, даже законно, ну, им, наверное, это вообще тема неинтересна, то, как говорится, забудем эту тему, и никто обижаться не будет, и Господь с ним спасибо, как говорится, на том, и спасибо за внимание. Поэтому, друзья, я, честно, еще два слова в конце скажу, я, честно, вот, ну, вот, при всем желании, не понимаю, собрали мы достаточно легко первый раз эти 25 тысяч, почему сейчас человеку тяжело нажать на кнопку на сайте, клацнуть и сказать, там, эту галочку поставить и подписать, там же это просто через банк зайти, если у вас он есть, то все, проблемы никакой нет, вот это я лично не понимаю. Ну, если так действительно вам это сложно и неинтересно, десятый раз уже, наверное, прошу, напишите об этом в комментариях данному видеоролику. Все, петиция в описании, всем всего самого наилучшего, держим кулаки за наши вооруженные силы Украины, верим в Украину, всем привет из Одессы. Субтитры создавал DimaTorzok